В очередном туре ПФЛ Салют Белгород уступил подмосковным Химкам М со счетом 2-3. Для нашей команды это поражение стало третьим домашним к ряду. В причинах неудачи разбирался Илья Лядвин. Мяч в центре, свисток судьи и матч между Салютом и Химками стартовал. После уверенной победы над Строгино белгородцы вернулись домой на 10-й строчке таблицы с четырьмя набранными очками. Наш соперник по пятому туру подмосковные Химки М – аутсайдер регулярного чемпионата. С первых минут матча Салют выглядел по-хозяйски остро, полностью забрав мяч и инициативу у оппонента. Такое резкое начало вылилось в несколько опасных моментов в самом дебюте встречи. Несмотря на острую и плотную игру Салюта, счет открыли гости. В этом на 15-й минуте Химкам помог реализованный штрафной. Белгородцев огорчил Александр Козлов. Однако такой неожиданный гол картину игры не изменил. В следующей же атаке Салют имел возможность отыграться, но мяч предательский полетел выше. У гостей не получалось ничего. Высокий прессинг белгородцев изредка позволял им переходить в центральную зону. Салют, наоборот, вел игру, но хромала реализация. Широко раскатываясь, атаки сваливались на правый фланг, который вспахивал Никита Чунихин. Именно с его кросса Илья Молтынинов выровнял ситуацию на табло. Атакующий потенциал Салюта на этом не иссяк. Белгородцы продолжали напрягать оборону соперника. Момент за моментом, оказываясь в убойных позициях, нашим не хватало то везения, то хладнокровия в завершающей стадии атак. Однако с этим был не согласен Александр Агеев, который сначала уверенно обыграл уже катящегося защитника, а потом заложил мяч между ног вратарю гостей. После перерыва ситуация на поле кардинально изменилась. Салют в уже привычной манере давил, однако химки с каждой минутой все больше отодвигали игру от своих ворот. В действиях белгородцев начала просматриваться нервозность. На 66-й минуте тренер гостей освежил игру двойной заменой. Один из вышедших на поле, Александр Сорокин, уже на 67-й минуте сравнял счет в матче 2-2. В концовке встречи салют старался додавить соперника, который сел в глухую оборону. Однако не хватало где-то креатива, а местами и сил. Гостям повезло больше. На 88-й минуте тот же Александр Сорокин в сольном контровыпаде закатил мяч в ворота белгородцев, забрав очки из рук салюта. Финальный свисток 2-3. Обидное поражение. Первый тайм хорошо сыграли, второй тайм чуть провалили. Неопытная команда еще. Будем работать над этим. Функционально подсели чуть-чуть. Ну бывает. Команда строится пока. Много молодежи. Я думаю еще. Победа еще впереди. Много было брака. Но желание огромное. Огромное. Соперник тоже понравился нам. Хотя тоже в плане становления, как у нас. И хочется и команде соперников тоже пожелать наладить вот эту игру, чтобы было интересно смотреть, чтобы получали удовольствие, как и тренерский штаб, и сами футболисты. Несмотря на это обидное поражение, салют был хорош. Виден прогресс по сравнению с первой игрой чемпионата. Следующую встречу наши футболисты проведут дома. Белгородцы примут у себя ФК Рязань. Верим в салют и ждем только победы. Илья Лядвин, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.